Посредственное снижение количества углеводов. Это самый безопасный метод. Белки и жиры никогда не должны страдать в вашем рационе. 1.2 грамма тестостерона в неделю. Вернемся к вашим яичкам, как бы это грубо не звучало. Ну все, ребята, пушка-гонка. Мы зашли на Royal Auto Show. С вами посмотрим. Вот я уже вижу просто отличный нормальный кочкомобиль, ребята. Смотрите, какой он приличный. Красота же? Вот скажите. Econoline. Задранный. Ну красавчик. Не знаю, сейчас я решу. Сделать более широкоугольный формат камеры. Или оставить такой, более линейный. Old school. Это всем привет, хиппи. И, кстати, ребята, не забудьте поставить колокольчик на канал. Не забудьте подписаться. Потому что вот именно хиппи-тема, условная хиппи-тема скоро будет на канале. Будет видос. От каких 10 опаснейших заболеваний лечат конопля. Канабиоиды. Про канабиоиды много говорят. И я решил сделать видео про это. Видите, Fordic. Это, ребят, фокус. Это фокус. Это фокус. Все такие фриковые тачки вызывают огромное количество эмоций. Это очень красиво. Это очень прикольно. Тут много old school. Посмотрите на эту красоту. Еще один Fordic. Он чуть-чуть ржавый. И кажется, чуть-чуть горел. Было дело. Тут уже девчонки отдыхают. Не успели начать, а уже все отдыхают сидят девчонки. Вот такая мечта. Я когда-нибудь, когда будет очень много денег, притащу такую машину из Америки. Восстановлю ее. Буду на ней в кайф ездить летом. Такого цвета. Просто потрясающие аппараты. Кстати, ребят, у нас в Питере есть целый музей таких автомобилей. Если вы приедете в Санкт-Петербург, обязательно найдите его. Димон, это же, наверное, ребят из этого, да? Которые машины? Как называют? Ford Market. Ford Market? Да, хорошие пацаны. Вот, хорошие пацаны из Ford Market. А у них на выставке стоит, который в подвале? Где Окинариум? Нет, это другие. Нет, тут выше уровня. А, еще круче? Да. Там он Серегу интервью закончил, давайте. Можно его будет домучить. Да, что его мучить? Не будем мы никого мучить, ребят. Действительно, давайте вернемся к вашим яйцам. Яйца уменьшаются. Даже если вы купите себе вот такую машину, если вы купите себе вот такую машину, какую бы вы машину себе не купили, ваши яйца не станут из этого больше, а тестостерона, который вы себе колите, станут меньше. Но это можно избежать. Для этого мы должны использовать во время курса такой препарат, как гонадотерапин хорионический. Есть разные схемы его применения. Я поделюсь своими мыслями по этому поводу. Давайте так. Во-первых, гонадотерапин никогда не колят по завершению курса. Это огромная ошибка и глупость. Гонада после курса – это полноценный отдельный курс гормонозаменительной терапии гормональным препаратом. Вы просто продлеваете свой курс и обязательно потом обвалитесь. Гонада должна применяться вами только на курсе непосредственно. И именно использование ее на курсе обеспечит вам сохранение ваших текстикул в норме. Дозирование, периодичность использования. С третьей недели вашего курса вам стоит еженедельно использовать гонадотерапин. Дозировки гонадотерапина должны быть следующими. Если ваш курс в себе заключает до 1 грамма тестостерона в неделю, то это еженедельная инъекция 1 тысячи гонадотерапина. Если курс ваших стероидов представляет из себя от 1,5 до 2 тысяч миллиграмм тестостерона, то ваше количество гонадотерапина еженедельно должно составлять 1,5-2 тысячи единиц гонадотерапина. В зависимости от того, как вы найдете. Если это будет пригнил, это будет 1,5 тысячи единиц. Это европейский вариант, который бы я вам очень-очень посоветовал. Это ламбоурус, друзья. Не скажу, что вам ей сильно нравится, но может мы в нее еще заберемся. А хотя может мы потом когда-нибудь попозже выпросим тест. Я хочу этим когда-нибудь заняться, наконец. Пока я буду вам снимать реально потрясные тачки. Это просто очень красиво. Соответственно, если вы будете использовать гонадотерапину во время курса, это в последующем, ко всему прочему, еще и ускорит скорость вашего восстановления. Потому что ваши яйца будут готовы к тому, чтобы начать быстрее заново вырабатывать тестостерон. Ваша дуга у вас становится быстрее. Если в процессе применения стероидных препаратов, гормонального курса, вы будете применять гонадотропный гормон. Триумф, ребятки, называется у нас. Симпатично. Далее, если мы с вами заговорили о том, что гонаду нужно применять, о том, что это вам поможет на посткурсовой терапии, причем гонадотропия не является препаратом для ПКТ. Вы да, это поняли? Гонада, она готовит вас к ПКТ. Она готовит вас к применению маки, триблуса, цинка, магния, аспарагиновой кислоты и всех подобных препаратов. Старый красавчик Ягуар. Еще тут небольшое количество есть мотоциклов. Теперь давайте. Как же восстановить? Дукати сейчас ведет активную рекламную политику. Реклама Дукати на заправках Shell. Рекламы Дукати очень много. Отдельные выставки Дукати проходят постоянно. Ну и давайте скажем честно, в плане мотостроения итальянцы... Итальянцы? Итальянцы делают вещи. Это потрясающие аппараты. Они феноменально красивы. Они очень крутые. Итальянцы делают очень крутые аппараты. Я один раз катался на Монстре. На 600 кубиках. Он потрясающий. Даже боюсь представить, что там на которой литровый. Это очень круто. На выставке очень здорово. Очень мало людей, что невероятно радует. Это просто мега-мега-мега кайф. Окей, вы закончили курс. Благо вы откололи ганаду. И у вас все хорошо. Ваши яички сохранили свою былую мощь, объем. И ваш виноградик не превратился в изюм. Что же делать дальше? Дальше нужно максимально быстро восстановить тестостерон. Что я могу посоветовать? Готовый продукт, это тесты либидобустер. Сайт genetiklab.ru. Почему он? Потому что лично на своем опыте, после операции, были отменины все стероиды. Тестостерон был сверхнизкий. За две недели приема тесты либидобустера он вырос в два раза с исходной точки. За четыре недели в четыре раза. И в течение двух месяцев он полностью восстановился. До этого курс занял у меня порядка семи недель. Я считаю, что это очень хороший результат. Тем более, что мои дозировки составляют 1.2 грамма тестостерона в неделю. Ну, в эквиваленте. Давайте скажем, препаратов. Потому что стероиды, конечно, в целом меньше, самого по себе. Это у нас ребятушки Макларен стоит. Все в Алькантаре. Все очень здорово. Макларен, конечно, спрятали от любопытных. Модный красный сатин. Сейчас, наверное, один из самых трендовых видов обтяжки машины. Но сатин реально выглядит очень круто. Машина осталась в выстиранный, свежий бархат. Очень красиво. Вот на таком бы я точно проехал. Это очень интересно. Тут у нас в тюнинге японцы, немцы и прочая красота. Ну, а мы с вами вернемся. Вернемся к вашим яичкам, как бы это грубо не звучало. Тестолибидо-бустер работает. Что же основное вы должны вообще применять, если это не генетик, вдруг продукт? То это, конечно, присутствие цинка. Цинк – это самый один из активных минералов, связанных со спермогенезом. И в частности с производством тестостерона. Цинк обязан употребляться с магнием. Без магния он не будет усваиваться. Это очень важно. Покупать аптечные препараты из цинка в чистом виде бесполезно. Запомните это. Только цинк с магнием вместе. Витамин B6, который часто добавляется брендами спортивного питания, он хороший, он эффективен, он может быть полезен. Но это не самое важное. В B-группе много и в различных продуктах. Мы его добавляем даже в притрены, в другие позиции, в различные формы, виды. БЦА. Поэтому цинк и магния очень важно. Это самое-самое важное. Также индол, да, работает. Триблуз, ребят, пусть научных данных мало, но есть такая вещь, эмпирические данные. И на своем опыте, на анализах людей, которые применяли его, Триблуз, друзья, работает. И я его лично тоже добавлял вместе с теста либидо-бустером. И думаю, что вам стоит его применять. Это недорого, это эффективно. Плюс у Триблуза есть и другие полезные свойства, связанные с вашей гормональной системой, которые зачастую не упоминаются. Тут стоят лутейшие маскалкары, здесь шеви, здесь додж вайпер и здесь ламба. Детишки фоткаются, пусть фоткаются. Пушечный бомбовый свет у этой ламбы. Ну, конечно, правда, забавно, когда ламба попоет девушке. Я такие машины не люблю. Мне нравятся покрупнее и побрутальнее. Вайбер просто, как зеркало черное. Просто огонь. Тут вообще, честно скажу, неизвестная мне ракета расположилась от какого-то тюнинг-ателье. Ребята просто умнички, делают вещи. Тут и постоим, поговорим с вами. Что еще обеспечит вам восстановление тестостерона после курса? Это снижение нагрузок, как психоэмоциональных, так и физических. То есть сокращение небольшой нагрузки, небольшой степени стрессов, улучшенный сон, хорошее правильное питание. Это все очень поможет. Дальше, ребят, жиры. Ваши сильно обезжиренные постные диеты с низким снижением холестерина очень опасны. Жиры обязаны присутствовать в рационе и без жиров. Просто жопа в вашей гормональной системе. Тестостерона не будет. Давайте просто. Без масла, без сала, без жирных куриных ляшек у вас не будет вырабатываться ваш тестостерон. Поэтому вы просто обязаны употреблять нормальное количество жиров. Единственный правильный способ вырезать калорийность – это непосредственно снижение количества углеводов. Это самый безопасный метод. Белки и жиры никогда не должны страдать в вашем рационе. Машина до земли колесам не достает. Очень прикольно. Димон, так надо? Да. Это стиль? Очень стиль. Так, Димон, как называется, когда-то колеса вывернуты? Это стенс, это VIP-проект. Ну, то есть, это VIP-ка, это называется, когда машина премиум-класса снижается грамотно. Эта машина, мы знаем, она без пневмоподвески, она ездит на статике, вот в таком положении всегда. То есть, эта машина всегда статична в этом положении? Да. А мне кажется, или он порогом нам стоит на ковре? Он без порогов ездит. Потом их одевают. А зачем? А затем, посмотрите прошлый выпуск с прошлого года на канале Генетик. Да, мы точно вставочку сделаем. Машину рассказали. Пушка, вставочку, ссылочку, ребят. Посмотрите прошлогодний выпуск с выставки. Пай, давай, давай на бобо-постер. Пай, давай, давай, давай. Великолкать не надо? Ну, фото говорит. Это прям как безбодцы. Продолжение следует...